Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Я конечно ни на что не намекаю, но мне кажется, что у Малфоя развивается стокгольмский синдром. Но перед тем, как я вам поподробнее обо всем этом расскажу, я бы вам всем хотел сказать, что я играю на проекте Аризона на сервере Феникс. И на этом сам сервере при регистрации вы сможете ввести мой никнейм в никнейм пригласившего вас игрока. И по достижению вами пятого игрового уровня вы получите целых, вот вы можете угадать сколько, а я вам скажу, целых 300 тысяч игровой валюты прямо вот на руки своего персонажа. Поэтому по айпишнику в описании ты можешь уже там знаете ли заходить и делать все прочие вещи. Аризона Ролеплей это такой знаете ли топовый проект, на котором снимал даже святая святых Данил Геррер. А если уж Данил Геррер где-то снимает, то тем более всем остальным там можно играть, делать вот все-все-все-все-все прочие вещи. Поэтому айпишничек Аризона Ролеплей Феникс находится в описании под данным видеороликом. Так вот, у Малфоя в той или иной степени развивается Стокгольмский синдром. Те, кто не знают, то есть могут загуглить, разумеется, я не буду лить воду, рассказывая о том, что же это за такой синдром и так далее. Вы знаете, что есть там всякие разнообразные синдромы, синдром Дауна, синдром БГК, есть еще и Стокгольмский синдром. И видимо Малфоя этим самым синдромом заболевает в последнее время, ну или не в последнее время, или как только он перешел на Адванс Ролеплей и вот многое другое. Однако, давайте уже ближе к самой сути видеоролика. Малфоя в одном из своих недавних видеороликов сказал, что не будет уходить с Адванс Ролеплей, так как вот Адванс Ролеплей более из всех серверов, так сказать, завязан на том, что политика у них такая, знаете ли, лояльная для ютубера. Он привел в пример, что когда, допустим, ютубер делает какой-то экспериментальный ролик на другом проекте, и если этот ролик не заходит, то ютуберу сразу же понижают зарплату и вообще все у него хуё. Я, конечно, понимаю, что, возможно, Малфоя говорил об этом на эмоциях и на всем прочем и вот многое другое, но знаете ли что? То есть я не знаю вот в истории всего ГТА Самп Ютуба ни одного проекта, который бы, вот вы знаете, человек выпустил видеоролик, да, вот выпустил видеоролик экспериментальный. Он не набрал просмотров и проект такой сразу типа, ебать, да нахуй ты нам нужен, ты нас на дно тянешь, пидорас, хоть до этого от тебя пришло до хуища людей, но ты нас тянешь на дно, ебан. То есть все, пошел ты нахуй. Я такого проекта, то есть не видел ни одного. Все проекты более или менее терпимо относятся к экспериментам со стороны вот каких-то своих ГТА Самп Ютубер. Потому что ГТА Самп Ютубер это так или иначе лотереда, зайдет, не зайдет, будут ли от него приходить люди, не будут ли от него приходить люди. Поэтому как-то вот, знаете ли, надеяться на то, что там придет миллиард человек от того-то, там, ютубера, вот этого, знаете ли, блогера, как в последнее время вот этих вот всех людей, снимающих ГТА Самп, называют, хотят скорее, блядь, летсплейщики, чем какие-то там, знаете ли, блогеры и вот так далее. Но это пиздец. В общем-то, ладно. Но Малфой, вот, как говорится, несет полнейшую хуйню и, ну, я не знаю, он хочет всяческим образом оправдать адванс ролеплей. А все это почему? А все это потому, что на адвансе ролеплей у него сформировалась уже своя аудитория. Там, с ринга, вы знаете, он на такой короткой ноге, там, постоянно может ему там что-нибудь написать, ринга такой, да, конечно, Малфой, я все сделаю, все будет классно, там, плюс он за это получает деньги. И зачем уходить уже, знаете ли, с протоптанной дорожки, когда все более-менее стабильно? Малфой снимает там какой-нибудь один свой видеоролик и все, и он оплачивается, и все хорошо, и как бы и ринга там, везде все под боком, всегда можно к нему обратиться, всегда можно какие-то прочие вот эти вот вещи сделать. То есть, ну, зачем куда-то уходить в какое-то вот неизведанное русло? И, разумеется, народ в комментариях у Малфой частенько там может его как-то спросить, мол, там, Димочка, Димон вообще, Диман, ну, че ты, когда на нормальный проект перейдешь? Мы это все, понимаешь ли, на Аризоне твои подписчики играем, потому что мы, как правило, малолетние и вполне возможно даже дебилы. Но вот так вот мы все и делаем, как бы, а че ты, блять, когда ты это перейдешь? И вот он для того, чтобы, так сказать, потешить свой стокгольмский синдром, он такой, типа, ебать, пацаны, да вы знаете, Адванс Роли Плей он лояльен. То есть, всяческими образами пытается оправдать Адванс Роли Плей только потому, что, ну, вы знаете, вот все, не факт, что когда он перейдет на какой-то другой проект, там его воспримут так же, как на этом же сам Адванс, то есть, ну, глубоко не факт, да, потому что, ну, как-то, знаете ли, ну, вот, Малфой там, ну, не особо знаком с какими-то там основателями, вот этими и прочими, а с Ринга у него даже какая-то там, знаете ли, какие-то видеоролики рекламные были для ютуберов, мол, там, как начать сотрудничать с Адванс Роли Плей, и, типа, ну, все у него там нормально, зачем куда-то переходить, разумеется, Малфой придумает 100-500 отмазок того, почему Адванс Роли Плей охуителен, охуенен, а вот остальные проекты, остальные сервера, они как бы такого не предоставляют, хоть ничего такого на самом деле и нету. Ну, в общем-то, тут можно человека понять, как говорится, капитализм, счастье заебись, так сказать, тут вообще не нужно будет умирать никому и так далее, поэтому Малфой успешно благами капиталистического общества пользуется и всеми прочими вещами. Ладно, я ушел уже немного, знаете ли, не в ту стезю, да, не в свою стезю, пусть там вам какие-нибудь другие люди об этом вот всем рассказывают, ну, а на этом у меня все, так сказать, это эксперимент, такой ролики меньше 10 минут, без воды, IP Arizona Roleplay Phoenix, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов, находится в описании под данным видеороликом, заходите, регистрируйтесь и получайте свои деньги и вот все прочее. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok